Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии «Верфазлива». И сегодня мы покажем момент столкновения «Хонды» и автобуса на перекрёстке улицы Восстания и проспекта Ибрагимова. Он вообще быстро летел. Я не знаю, по методу сейчас 100, по-моему. 33-летний водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Расскажем о женщине, избитой после посиделок с подругой и её сожителем. И мужчине, который убегая от прохожего с ножом, нашёл спасение в пожарной части. А также попытка водителя такси развернуться через две сплошные линии на улице Павлюхина обернулась тремя разбитыми автомобилями. А он разворачивался. А он оттуда, получается, сюда выезжал. Через две сплошные линии он хотел... Всё это в ближайшие 10 минут. 33-летний водитель Хонды Цивик погиб сегодня в результате столкновения с автобусом на перекрёстке улицы Восстания и проспекта Ибрагимова. Трагедия произошла около 9 часов утра. Автобус поворачивал с улицы Восстания налево на Ибрагимова. Хонда двигалась прямо ему навстречу. Удар иномарки пришёлся прямо в центральную дверь общественного транспорта, после чего легковушку развернуло. Водитель автобуса же закончил манёвр и остановился сразу же за перекрёстком. Он высадил пассажиров, позаботился о том, чтобы они пересели в следующий. И только потом узнал, что молодой человек, управлявший иномаркой, скончался от полученных травм. Водитель автобуса рассказывает. Едущий ему навстречу иномарку видел, но думал, что её водитель остановится. Стаж вождение водителя автобуса 12 лет и никогда не попадал в подобные ситуации. Машина большая, видно издалека. И остальные участники движения общественный транспорт стараются пропускать. Думал, что так будет и в этот раз. Поэтому, говорит, и решил повернуть, хотя стрелка, разрешающая поворот, мигала, предупреждая о смене сигнала на красный. А зелёный у кого был? У меня моргающий был у меня. А у вас уже красный. У меня светопор зелёный был. Потом я поворачиваю, уже моргающий. Не получилось так. Я увидел, вообще далеко увидел. Вообще летит, даже не тормознул он. В салоне в момент аварии было человек 15. Все сидели, поэтому смогли удержаться на своих местах и не пострадали. После сильного удара манёвры решил закончить. И остановился уже за перекрёстком. Первым делом зашёл в салон. Пострадавший, есть или нет, я в салон заходил. И народ задний, а кто-то пересадил. И дальше сидел. И звонил туда. Вспективе звонил. О том, что водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия, 43-летний водитель автобуса узнал уже позже. Пришёл в шок. Прибывшим на место врачам скорой помощи оставалось только констатировать смерть. Первый раз это вот такой, где-то, я не знал. Удар был такой силы, что грохот был слышен во всех соседних домах. Продавцы ближайших магазинов, как смогли, выбежали посмотреть, что случилось. Через какое-то время вышли, посмотрели, да, что столкнулось, легковаясь с автобусом. Кто куда ехал, непонятно было. Точки над «и» расставили записи с регистраторов автомобилей, проезжавших по улице Восстания в момент аварии. И камер наблюдения, выходящих на перекрёсток. На них видно, что автобус поворачивает налево и с второго ряда, хотя должен был занять крайний левый. Он просто объехал иномарку, остановившуюся там на запрещающий сигнал светофора. Удар последовал через мгновение. Водитель автобуса уверял, виноват во всём водитель легковушки. Я уже поворачиваю, мне заваршить надо. Манёвр заваршить надо, мне на рот высветить надо. А он даже не остановил, даже не тормознул. Слишком большую скорость и переехал. По предварительным выводам автоинспекторов, на красный свет на перекрёсток выехал и водитель «Хонды». С какой скоростью он двигался, будут устанавливать уже следователи в рамках уголовного дела. Но уже известно, что он не был пристёгнут ремнями безопасности. Сирина Васильева, Данил Филатов, ВИЗО-112. Пока автоинспекторы и следователи восстанавливали картину случившегося, на этом месте произошла ещё одна авария. Женщина-водитель «Рено», проезжая перекрёсток перегороженной разбитой «Хонды», и не успела завершить манёвр на зелёный свет. В это время по пешеходному переходу через улицу Восстания пошли люди. Она остановилась, чтобы их пропустить, и тут же в «Рено» сзади врезался «Мерседес». Молодой человек за рулём легковушки признался, что остановка впереди идущего автомобиля была для него очень неожиданной, и среагировать он просто не успел. Женщину, лежащую в луже крови на первом этаже одного из домов на улице «Коллективная» увидели идущие домой жители подъезда. Они вызвали ей медиков и сообщили обо всём в полицию. Стражам порядка она рассказала, что пришла в гости к подруге и её сожителю. Все вместе употребляли алкоголь, и в состоянии сильного алкогольного опьянения у неё с мужчиной возник конфликт. Сожитель вывел подругу на лестничную площадку и нанёс удар в районе лица. Пострадавшую со сломанным носом госпитализировали в медицинское учреждение. По факту нанесения телесных повреждений, женщина 1989 года рождения написала заявление. Сотрудники патрульно-постовой службы пытались на месте найти обидчика женщины, но она была в таком состоянии, что не помнила ни номера квартиры, ни этаж, где живёт её подруга, ни как кого зовут. Теперь искать мужчину придётся участковому, а процессуальное решение по этому делу будет принято после окончания проверки. В пожарной части нашёл спасение от смертельной опасности мужчина, шедший вечером по улице Одорадского. Он увидел, как прохожий то присаживался на корточке, то размахивал руками, то стонал. Он подумал, что человеку нужна помощь, и подошёл к нему спросить, всё ли в порядке. Он ответил нецензурной бранью, вынул нож и пошёл в сторону человека, который хотел предложить ему помощь. Убегая от опасности, он увидел на своём пути пожарную часть и попросил укрытие. Оттуда и вызвал полицию. Воронитарнадо был человек с ножом. Надо его найти обязательно. Обследовав на патрульном автомобиле ближайшие дворы, никого похожего по приметам полицейские не обнаружили. И отвезли заявителя в отдел для дачи подробных показаний. В отдел полиции Савинова поступило сообщение о том, что в одном из дворов по улице Одорадского ходит подозрительный мужчина с ножом. На место происшествия выехали сотрудники полиции. На месте подозрительный мужчина обнаружен не был. Заявитель каких-либо повреждений не получил. Тремя разбитыми автомобилями обернулось желание водителя такси развернуться через двойную сплошную линию на улице Павлюхина в Казани напротив крупного торгового комплекса. Резко отъезжая от края проезжей части, мужчина не увидел Черри, едущую прямо, и фактически перегородил автомобилю дорогу. После столкновения с Volkswagen Polo кроссовер отбросил на встречную полосу настоящий Hyundai Solaris. Именно этот автомобиль и не дал Черри влететь в магазин на остановке общественного транспорта и избежать более трагичных последствий. Сейчас фоткаться надо будет. У тебя же тоже не на ходу, правильно? Ну, я, получается, сейчас запас попробую поставить. Водители разбитых машин решали, как с минимальными затратами доставить автомобили в центр оформления ДТП. Без эвакуаторов не получалось никак. Две машины из трех после столкновения были не на ходу. Водитель арендованного Hyundai считает, ему сильно повезло. В момент столкновения в автомобиле его не было. Это вообще корпоративный автомобиль. Вот мое место работы. Я приехал, заказ отдаю, прихожу и... Схожие чувства испытал и водитель Черри, которому на прямой ровной дороге путь перекрыл Volkswagen Polo. Остановиться уже не успевал, хотел объехать внезапное препятствие. Но водитель такси сделать это ему не дал, рассказывая. Двигался по улице Павлюхина от Даурской в сторону Назарбаева. И вдруг перед капотом появилось такси. Получается, если я сплошнее развернулся, то есть я ему сигналил, он будет бесполезно. То есть я уже не хотел тормозить. Как мог вырвелся. И я бы вырвел, если он дальше не стал перестраиваться. Он уже все равно перестроился. Я уже навстречу вылезал. И он должен... И получается, что я его... Я вот, ты ехал в ту сторону. Нет, оттуда. А, оттуда туда. А он разворачивался. Он оттуда, получается, сюда выезжал. Через две сплошные он бы хотел... А, ни... Вот, и я, получается, в него... Я уже не мог все... Водитель Volkswagen уверял, разворачиваться через две сплошные он не хотел. Говорит, просто отъезжал от края проезжей части. Пришлось объезжать автомобили, стоящие в три ряда. Ну, я вот стояли машины здесь, когда подъехали, я говорю, везули, в казан, ну, в три ряда стояли. Что-то... Еще это... Ну, забыли. После дождя, это виноват. А кто виноват этот? Ну, я уже должен был пропустить. Водитель Через ситуации смирился. Рад, что никто не пострадал, и его откинуло на пустой автомобиль, а не на магазин или остановку. Водитель Hyundai немного расстроился, что придется потерять время, оформляя ДТП. Таксист ситуации смирился. Пострадавшим автомобилистам ущерб оплатит страховая компания, а за свою ошибку платить придется самому. Это самому придется делать. Алсох Медянова, Дарья Кореева. Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать обо всех происшествиях. Вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова